я нашел самаровское озеро да я нашел его только она стала чем-то частным потому что вот она она огорожена забором с колючей проволокой и это чья-то частная территория теперь не буду сюда лазить вот теперь это принадлежит неизвестно кому но явно не простому народу сдано теперь чистые кстати она раньше был засрана машинами до гнилье там всякое лежал с одних сторон до вокруг были гаража не а честно чистая но закрыты грустно что на не для народа да поскольку она и сприт такое да там уже плавать по сути там глубина то метра полтора как бассейне метр-полтора-два утонуть там очень сложно она типа искусственная да пошли все эти самые низы там у того озера они заберем из бетонных плит целиком она как бассейн из бетонных плит в любом случае несколько не понимаешь чего это она закрыта кто-то очень жадный что ли чтобы закрывать целое озеро судя по всему в нем не купаются но она закрыта вообще до я кстати помню подобный случай был не с этим озером с другим тоже ходили был для народа озеро прямо по центру города на и его в частный жилкомплекс как построили они его обнесли до коттеджи построить пока по краям этого озера и элитным коттеджем она относится да теперь тоже наверно потенциально вот этому вот дому до огроменному недострою она наверно хотела относиться для жильцов и этого жилкомплекса она очищалась даем и чтобы не мы могли тут купаться на приватизация такая я думаю так иначе в этом мощи нет никакого смысла него ни малейшего на ни малейшего смысла в этом нет вот ну грустно что к приватизации иначе прийти приватизирует все то есть осталось только одно озеро общедоступное для народа на в этом городе если вот это еще не считает да и не считать то что там где пруд на какой-то там минимальный до какой-то который даже на карте не отмечен как лужа до то настоящее озеро где можно плавать осталось только одно в городе вообще это грустненько скоро его может приватизировать и все и доступа к воде которой можно купаться в городе не будет кстати и в москве нет доступа к воде в которой можно купаться если вы думаете что люди живут в воде они постоянно плавают да там в какой-нибудь не знаю не москве реки где-то еще нет вокруг на каждом пруде в каждом районе висит надпись да и не купаться то не купаться купаться запрещено везде запрещено все на везде все штрафы и получается москвичи которые живут москве там настоящий то есть не подмосковье москве им негде купаться там все закрыто все огорожено закрыто они могут войти в воду просто да и поэтому они обязаны покупать талоны в бассейн до билеты входные там сколько там спортзал бассейн да то есть одно и то же так годовой годовой пропуск что только бассейн попасть вот так что москвичи не купаются вот такие вот дела да но их есть одни бесплатный пляж один или два как я помню на всю москву на где все битком на их и ревают все вот но так-то это грустно это подмосковье это очень грустно ладно москве там лохов доить все пруды закрыть просто и всех отправлять какой-нибудь серебряный борт он честно и где-то еще там не знаю где еще купается где-то в царицыно вот это очень странное решение я не понимаю такого но москве наживается на счету хотят наживаться но тут нет инфраструктуры то есть да соответственно кто что и зачем делает только те кто дома продает они привязывают пруд к этим домам скорее всего вот загадка разгона жаль фирм банкрот и теперь может тут офигевать да забор снесут будут лазить все кому не лень так что every good good night